Менеджер из Казахстана и организатор региональных семинаров. Мы создаем сейчас обучающую площадку для... Такую единую обучающую площадку для обучения как оффлайн, так и онлайн инструментом. То есть и то, что будет работать на земле, и то, что будет работать по продвижению в социальных сетях. И я потихоньку начинаю вас знакомить с теми инструментами, которые мы проработали в нашей команде, и у нас получился хороший результат. То есть, да, мы попробовали, получилось, работает. И я их буду давать вам в очень такой простой и доступной форме. То есть, прямо сейчас, если у вас телефоны в руках, мы с вами сможем поставить статус WhatsApp. Очень хороший работающий инструмент. Понятное дело, что за 15-20 минут я не расскажу вам содержание всего клуба, потому что это 49 уроков, это 49 дней интенсивной работы, это 7 недель. То есть, за 15-20 минут я это все не вмещу в это общение. Но один работающий инструмент я вам обязательно непременно дам. Итак, вы сейчас берете свой телефон в руки. Что такое, во-первых, что такое статус, и почему он так важен, и почему нужно его ставить. Помните, когда мы приезжали в сетевой маркетинг, нам говорили такую незамысловатую форму. Вы выстраиваете свою команду, вы выстраиваете структуру, и бизнес потом работает на вас. Вы отдыхаете на Бали, а бизнес работает. Вы нежитесь на песочке, а деньги капают. То есть, вот у статуса точно такая же репутация. Он работает с вами или без вас, он работает 24 часа в сутки, и каждые 24 часа он исчезает. Это отличная возможность дать всем своим друзьям, знакомым, родственникам, ближайшему и далекому окружению, дает возможность узнать о том, чем вы занимаетесь. Быстро оповестить всех о том, что у вас начались сногсшибательные акции. Рассказать о том, что происходит у вас в компании, что у вас начался дисконт. Допустим, появился дисконт, одно наименование, вы можете быстро об этом рассказать. К этому инструменту мы всегда, у нас есть специальный чат поддержки, в котором я выкладываю все креативы и рассказываю, каким образом эти креативы можно ставить. Что такое креативы? Это картинки с нанесенными на них надписями. То есть я вот такие вот креативы выкладываю в общий чат, и каждый может поставить это себе в статус. То есть не надо заморачиваться, не надо придумывать. Картинки хорошие, качество фотографий замечательное, потому что если мы фотографируем продукт, то мы делаем это обязательно профессиональный фотограф это делает. То есть и в общем-то это картинки, которые не встретятся ни у кого, они в оригинальном исполнении. И в общем-то каждый из вас может поставить такую картинку себе в статус с моего разрешения. То есть я выкладываю в чат, пожалуйста, команда пользуйтесь. Итак, вы берете сейчас свой телефон, открываете на страничке WhatsApp. Я вместе с вами это буду делать. Берите-берите, сразу берите. Не откладывайте в долгий ящик. Возьмите телефон. Нажали WhatsApp? Открывается такая замечательная страничка «Зеленый верх». Слева начинаются лица, справа написано чаты, посередине стоит статус и дальше идут звонки. Нашли? Да. Кто нашел, сразу говорите о том, что сейчас они нам поставят эти картинки, чтобы вы еще видели, чтобы в большом объеме это было видно. Итак, у вас там 4 значка на зеленом поле, 4 значка лица, чаты, статус и звонки. Вам нужно нажать на кнопочку «Статус». Нажали? Нажали, спасибо. Отлично. Вот, вы видите свою фотографию в кружке. Если у вас на аватарке стоит аватарка, это ваша фотография, которая видна всем, кто с вами общается. Если у вас стоит там фотография, то в уголке этого кружочка аватарки стоит зеленый плюсик. Всегда. Нашли? Нашли. Чудесно. Нажимайте на плюсик. Что у вас выплывает? Фотографировать. Да, либо фотографировать, либо вы можете ввести видео. Да, это то, что вы найдете в галерее. Либо сфотографируйте то, что у вас непосредственно перед глазами. То есть, вы можете сфотографировать и тут же отправить в статус. Вот таким образом, незатейливым и абсолютно просто обновляется каждый день статус. Он держится 24 часа. То есть, через 24 часа вы можете обновить статус, ввести новый. За сутки вы можете добавлять огромное количество статусов. Единственное, что нужно помнить про видео, они должны быть не более 15 секунд. То есть, только короткие видео у вас получится вставить вот в этот статус. Поэтому вот сейчас я отправляю в наш общий чат исключительно короткие видео, исключительно 15 секундные. Сколько в течение дня вы можете дополнять до 10-20 статусов, добавляйте, нажимая вот эту кнопку. Можно как-нибудь, чтобы вы проголосовали, дали мне понять, что у вас получилось? То есть, буквально каждый отожмите значок микрофона и скажите, да, у меня получилось. Чтобы я помогла тем, у кого не получилось. Да, у меня получилось. Да, у меня получилось. Отлично. Ольга, отлично. Людмила, замечательно. Получилось. Получилось. Девочки, я опоздала. Отлично. Надежда, получилось. Татьяна Печетникова, вы опоздали, но у вас будут слайды обязательно. То есть, вы все равно это сделаете. Любовь, у вас получилось? Получилось. Отлично. Сидельникова, простите, не знаю имени. Татьяна Печетникова, но я пришла вовремя, у меня все получилось. Меня зовут Лайла, я из Чечни, у меня получилось. Отлично, все. Теперь вы знаете, как ставить статусы. Теперь вы можете делать это каждый день. И этот отличный инструмент хорошо работает для того, чтобы у вас появились заявки. Что еще вы можете сделать? Когда вы нажимаете на статус, вот сейчас у вас не видно, но когда вы нажимаете на статус, внизу под картинкой, под вашим статусом будет выплывать такой значок глаз. То есть, и стоит цифра. Там никаких других значков не будет, только ваша картинка и вот этот вот значок глаза. Это количество людей, которые просмотрели ваш статус. Вы нажимаете на этот глазик, и у вас выплывает полностью список тех людей, которые ваш статус просмотрели. Не вижу, где глазик. А потому что вы еще статус не поставили. Как только вы поставите статус, у вас под статусом, прям вот под картинкой, будет внизу находиться этот глазик. Как только вы поставите статус, сейчас, пока статуса у вас нет, вы эту картинку не увидите, этого глазика не будет. Вы нажимаете на глазик, и вы видите. Когда вы заходите в WhatsApp, вы видите, что зеленым кружочком у некоторых аватары, вот эти вот фотографии, светятся зеленым кружочком. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это активный статус. То есть вот у этого аватара, у этого человека сейчас есть определенный активный статус. Вы тоже можете заходить в статусы, и ваше появление будет видно. То есть вы просмотрели этот статус, и вас сразу, в общем-то, WhatsApp отмечает, что вы этот статус просмотрели. Если у кого-то смотрятся вот такие вот кружочки, вы можете заходить и читать эти статусы. Если на ваш статус реагирует, эта реакция приходит к вам в WhatsApp. То есть не надо ее отдельно искать, она придет от человека, который, я не знаю, вам что-то написал, или поставил какую-то эмоцию. В любом случае это придет к вам на WhatsApp. Не теряйтесь, не переживайте, что эта эмоция куда-то ушла. Все приходит непосредственно к вам на телефон, непосредственно в мессенджер. Задайте мне сейчас вопросы, потому что, еще раз, как только я выставила самый первый статус, я написала про чернику, которая великолепно работает на зрении, мне тут же пришла заявка от дамы, которая шьет мне вещи в ателье. Она сказала, Таня, мне очень сильно нужно, мне зрение сильно нужно. То есть прямо вот сразу, а где это можно взять, как это можно приобрести, что это стоит. Тут же написали люди, которые искали Витал Плюса. Где можно найти Витал Плюс, мы его знаем, вот Витал Плюс искали. Понимаете? То есть я только впервые выставила статус, и сразу пошла реакция. Татьяна Кагай, с прошедшим днем рождения. Спасибо, тоже рада и видеть, и слышать. Поэтому вот этот инструмент замечательно, хорошо работает. Еще есть один инструмент, но о нем я буду рассказывать на семинаре, просто шикарно работает. Этот инструмент называется клиентский чат. Тогда, когда вы людей переводите в клиентский чат, и туда добавляете отзывы, туда добавляете видео, но об этом я расскажу на семинаре. Давайте я уже буду держать интригу до конца, потому что с инструментом таким, как клиентский чат, за 15 минут не разберешься. Там нужно знать все нюансы, все подробности. Я бы хотела, чтобы мы точно так же, как сейчас, поработали с телефоном, мы бы поработали с клиентским чатом. Великолепно работает. Задайте вопросы, у кого-то что-то не получилось, чтобы я вам сейчас ответила на то, и мы вам максимально помогли. Татьяна, вот сейчас Бублиева Людмила выложила как бы картинку в статусе у меня. Что я должна с этой картинкой? Ничего, вы ее просто просмотрели. Хотите отреагировать, отреагируйте. То есть вам хочется поставить лайк, вам хочется поставить какую-то... Что-то написать могу, все, я поняла. Да, 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 вы можете ей написать, и это в чат к ней придет. То есть она это сообщение прочитает. Понимаю, спасибо. Чудесно. Задавайте вопросы, потому что вот вчера на планерке у Ольги Васильевны я рассказывала про то, как мы возобновили такой хороший способ знакомиться с людьми, с людьми и показывать, знакомить с нашей компанией, как крафтовые пакеты, небольшие подарочки. Вчера пришла такая замечательная идея, мы стали обсуждать, где брать эти наборы для этих крафтовых пакетов, и мы решили, что в ближайший семинар 23-24 марта один из подарков будет вот такие вот наборы. То есть прям тот человек, который будет собираться делать пакетики, замечательно, хорошо. И второй набор мы будем делать для тех, кто собирается заниматься клубами. Тоже будем делать набор, чтобы это было вот в едином таком ключе. В этом наборе будут специальные, опечатанные в типографии сертификаты. То есть мы можем поработать с сертификатами. Грядет 8 марта, да, то есть можно про эти сертификаты поговорить, подарить человеку не банальные деньги, а подарить сертификат на нашу продукцию, чтобы он пришел и мог приобрести что-то из нашего продукта вот с той скидкой, которую вы, собственно, подарили. Но об этом я тоже могу рассказывать долго-много. Вчера получилось так, что в том заведении, где я увидела эти фантастические сертификаты, они сделаны из очень плотной крафтовой бумаги, настолько четко, в общем-то, настолько натурально все сделано, это все перевязано бечевкой, это все украшено зелеными листиками, в общем-то, настолько в стиле нашей компании, что я прям влюбилась в эти сертификаты. И там же нашла специальные такие шелкозделанные кулички, у нас они называются Тойбастар, то есть это небольшие подарки, которые дарятся гостям на свадьбе, на любом мероприятии, на любом празднике. И я подумала, что это как нельзя лучше подходит для того, чтобы одарить наших гостей, когда они приходят на клуб. Вот тоже вариант, тоже приезжайте к нам, мы будем дарить такие подарки, то есть прям вот набор для проведения клубов, потому что очень хочется возродить эту традицию очень теплых, очень душевных посиделок, аромодевишников и делать их максимально красивыми, чтобы вот это вот послевкусие пребывания у нас на клубе, как послевкусие после чашечки кофе, чтобы она оставалась долго. И вот эти вот вещи, мы это будем все показывать, будем рассказывать, ну и презентацию клуба мы будем проводить в марте месяце. То есть эта площадка сейчас готовится, и мы будем показывать, рассказывать как единую систему обучения, которую можно, то есть от новичка, от базовых навыков до школы лидерства, до школы по мышлению, то есть там будет очень много, много в этом клубе важных, сильных, серьезных вещей. Будут вещи, которые будут, ну скажем так, по имиджу, по косметологии. И каждый месяц мы планируем приглашать как минимум одного из экспертов, из спикеров, из специалистов. Может быть, если у нас будет получаться, я очень надеюсь, что это именно так и будет, что каждую неделю мы будем слушать кого-то из спикеров. Потому что фантастические выступления у Людмилы Бублиевой великолепно ведет Елена Леднева. Замечательные выступления, то есть мы будем говорить и о финансах, и о составе продуктов, и мы будем приглашать стилистов, мы будем приглашать людей, которые нам будут рассказывать про здоровье нашего позвоночника. Мы будем говорить со всеми, мы будем говорить на темы, которые вас интересуют. Вопросы ваши, потому что мое выступление подошло к концу. Я очень надеюсь, что у вас после применения этого статуса появятся заказы, появятся лояльные клиенты. Ну и, в общем-то, мы будем говорить потом о том, как из лояльных клиентов сделать партнеров, как так перевести их, как заинтересовать помимо продукта, заинтересовать бизнесом. Наталья, я вас не слышу, у вас звук отключен. Спасибо, Танечка. Таня, подожди. Значит, нас чего интересует? Вот то, что ты вчера нам рассказала, и показала вот эти картинки там свои красивые, что вы там дарите, вот эти вот баночки. Вот есть возможность сейчас это показать, потому что у нас многие люди сейчас вот пришли, которые этой информации вообще не знают. Давайте я попробую сейчас. Благо это все под рукой, да? Мы берем вот такие вот замечательные крафтовые пакеты. Вот такие. Если нужны будут слайды, то я так и говорю, потому что вот сейчас у меня под рукой слайдов нет. Вот такие крафтовые пакеты. Мы специально с дизайнером разработали логотип, потому что логотип, который у нас есть, это авторское право принадлежит компании. Мы не имеем права его использовать, мне так объяснили. Поэтому мы вот это вот разработали. Что мы вкладываем вот в этот пакетинг? Мы нашли вот такие замечательные банки, вот такие. Мы сюда вкладываем ароматный сыр. Помните, да? Оливковое масло на пол-литра оливкового масла. Вы засыпаете сантиметр, кубиками на сантиметр порезанный сыр, заливаете вот в этот раствор, на морскую соль прям капаете или на приправу аглиата. Капаете масло базилика. Масло базилика посмотрите по вкусу, потому что кому-то нравится, что вот одна капля, это замечательно хорошо, кому-то нужно порезче, тогда нужно три капли. Но вот самый идеальный вариант, у нас был две капли масла базилика на пол, на чайную ложку соли. Берете сыр любой, то есть выбираете средний соленый, твердый сыр. Мы брали голландский, хорошо работает, замечательно впитывает и очень хорошо на одни сутки вы оставляете. И вот в такую небольшую баночку, то есть вот этой порции на пол-литра вам хватит на десяток вот таких вот баночек. То есть вот в такую баночку. Специально взяли закручивающуюся, потому что, сами понимаете, оливковое масло, чтобы, не дай бог, не протекло. Нашли вот такие вот замечательные банки, тоже великолепные. Они прямо, опять же, в стиле экологичных натуральных продуктов, вот с такой вот пробковой крышкой. Сюда можно положить все, что угодно. Хотите ароматный чай, сделайте обыкновенный чай, ароматизируйте его маслом апельсина, маслом лимона, и можно вот такую штуку подарить. Очень хорошо работает. Мы сделали вот такие вот баночки. То есть взяли обыкновенную оберточную бумагу в виде сетки, которая продается в цветочных магазинах. И вот такой вот веревочкой перевязали. Веревочка может быть вот такая. Берете бечевочку, это продается во всех магазинах для рукоделия. Пожалуйста, ее можно прямо мотками брать, тогда она получается дешевле намного. Кто с вами дома рукодельницы, у вас, я уверена, что этих веревочек предостаточно, они у вас есть. И можно вот такой вот веревочкой обрезать, и будет необыкновенно красиво. Можно добавить вот такую красоту. То есть вот мне когда-то принесли вот так вот оформленную, подарили баночку малинового варенья, вот с такой вот солнечной, солнечной накидкой на баночку. Посмотрите, какая красота получается. То есть вот точно так же этой веревочкой обняли, бечевочкой, посмотрите, как красиво получается. Я вчера девочкам рассказывала, и очень бы хотела, чтобы наша продукция вот несла в себе такой посыл. У меня спонсоры ездили в Швейцарию. Помните поездка, когда ходили по заводам, была экскурсия. И они останавливались в отеле, и Лена сказала такую фразу, как у бабушки в деревне. Вот настолько теплые отношения, настолько заботливые, настолько вот внимательно все, как у бабушки в деревне. Вот мне кажется, что вот такие штуки, это как у бабушки в деревне. То есть вот такое теплое отношение. Что вы можете еще положить? То есть вот такие вот баночки нашли, прям, знаете, вот миниатюрные маленькие. Мы вкладываем в эту продукцию те продукты, которые произведут на человека, во-первых, дадут быстрый результат, во-вторых, произведут неизгладимое впечатление. Вот, например, в небольшую баночку мы помещали BioFoskin. Вы знаете, да, что BioFoskin это продукт, который очень быстро работает. Как сказала моя клиентка, когда мы нанесли, а мы наносили, в общем-то, я только-только привезла BioFoskin тогда из Москвы, и мы нанесли ей на одну половину лица, то есть очистили лицо и на одну половину нанесли BioFoskin. Она сказала, такое ощущение, как будто мурашки какие-то под кожей, там где-то, я, говорит, я проснулась на вашем креме, на вашем геле. То есть вот вы понимаете, что это продукт, который замечательно хорошо работает, который сразу будет виден, виден результат. Берите этот один флакон на всю свою большую компанию и делите вот в такие баночки. Обязательно украшайте. К баночке нужно, чтобы у вас было описание. Сейчас я попробую найти, в каком ключе. Вот. Замечательно. То есть мы за основу взяли вот такое вот оформление. То есть это хороший очень английский чай, и вот такое вот оформление. Я взяла его в качестве сюрприза для собственной дочери. Он называется Элизабеса. Дочь у меня зовут Лиза. Вот я взяла вот такую штуку. И вот на таком же фоне мы делаем описание на каждый продукт. То есть вы не просто отдаете человеку, а каждому продукту у вас есть описание. Что такое масло базилик? Что такое морская соль? Может быть, вы прикрепите на той же бумажечке, ну не бумажечке, а хороший плотный картон, вы прикрепите описание этого рецепта, как это можно приготовить. То есть человеку понравилось, всегда можно рассказать. Мы положили туда вот такие вот замечательные саше. Холчевые мешочки, внутри которых находится сухая лаванда. Она дает тонкий аромат постельному белью, прекрасно защищает нашу шерстяную одежду от моли и прочей живности. И когда заканчивается аромат лаванды, вы можете рассказать о том, что у нас есть натуральное, 100% натуральное масло лаванды, которое может оживить вот этот вот аромат. И благодаря, то есть можно капать по одной капельке, и тонкий, утонченный аромат лаванды будет сопровождать вас постоянно. Ощущение прованса в вашей спальне будет с вами. То есть вот такое вот чувство, вот такое вот ощущение. Дарите такие холчевые мешочки, это тоже мы вкладываем внутрь. Обязательно вкладываем в писание и обязательно вкладываем, то есть вот сюда, сейчас я не вижу своей визитки, но вот сюда обязательно крепите вашу вот такой вот красивой цветной скрепочкой, вы прикрепляете свою визитку. То есть если у человека возникли вопросы, он всегда знает, как вас найти. Это, в общем-то, правило, которое работает необыкновенно. Вы всегда оставляете свои координаты. То есть в тот момент, может быть, у человека не возникнет вопросов, они возникнут после, но чтобы вас могли найти и спросить, а что это, собственно, было. А вот знаешь, и мне вот это вот понравилось, это было что. И внутрь обязательно вкладываем такой небольшой вкладыш, где описываем пять причин выбрать Вивасан. То есть мы там описываем сертификацию GMP, мы там описываем, сколько лет мы на рынке Казахстана, мы там описываем, кто наши производители. То есть коротко самые яркие факты о Вивасан. Все в стиле аргументов, почему нужно выбрать Вивасан. На обратной стороне этой памятки мы вносим совершенно такие небольшие описания, допустим, там масло апельсин, масло радости, лаванда, аромат умиротворения, герань, женское масло. То есть маленькие, коротенькие фразы. И, допустим, рассказываем про то, что там сандал гармонизирует, расслабляет. Вот такие вот вещи. То есть совсем чуть-чуть. Человека не нужно сразу грузить большим количеством информации. У вас и так будет описание вот этих вот продуктов, которые уже здесь в пакетике есть. Вот вы приходите с таким замечательным пакетом на новогодние корпоративы, на праздники, посвященные 8 марта. Мне по секрету, у меня активировал дисконт человек из традиционного бизнеса, и она сказала, знаете, она занимается женской одеждой, у нее магазины. И она сказала, вы знаете, на 8 марта, если весь год женщина думает о муже, детях, о родителях, то на 8 марта обычное ощущение, что я могу себе позволить. То есть она выходит за рамки бюджета, она выходит за рамки обычных требований, и, что называется, разгуляева, начинается на 8 марта. Поэтому у них самые большие обороты в это время. И вот тут-то как раз женщина может себе позволить шикарную косметику и какое-то необыкновенное платье. Это ваш выход. Я вам очень рекомендую не пропустить этот момент и, в общем-то, постараться, чтобы косметика была именно наша. Женщины хотят быть красивыми, они хотят быть молодыми, они хотят быть стройными, и давайте мы будем им в этом помогать. А теперь ваши вопросы. Я с удовольствием отвечу про наполнение вот этого пакетика. Великолепно работает продукт, великолепно работает вот такая штука, как небольшой, знаете, как в хорошем ресторане, комплимент от шеф-повара. Это, конечно, очень хорошо. Мы с девчонками тут это все обсуждали. Дело в том, что у нас здесь, ну, в России, в Москве в частности, это такая дороговизна. И вообще эти баночки найти, я даже не представляю, где, а если мы их и найдем, то они тоже самые, не очень дешевые. То есть вот этот вот набор будет рублей от 300 до 500 стоить это 100%. Повторю, вчерашнее предложение, приезжайте к нам, мы обязательно вам подарим набор для клубов, набор для подарков. Вопрос о ручной кладе, да, потому что, сами понимаете, я вчера показывала пластиковый контейнер, это называется соусницы, которые частенько приносят рестораны японской, корейской кухни. Если есть доставка, то соусницы, вот они такие. но у нас продукция премиум класса и, в общем-то, пластик ее дешевит, поэтому мы решили, что пусть это будет немножко потяжелее, крафтовые пакеты, они не очень-то, не очень, скажем так, они хрупкие, довольно-таки, но пусть это будет стекло, пусть это будет 3-4 баночки, но это будут стеклянные, потому что очень не хочется потерять статус продукта, да, то есть, чтобы мы вот это вот ощущение донесли. Ну, в любом случае, спасибо, предложение действительно классное, мы его там думаем, ну и, конечно, уже вот сразу просим тебя пишу и посылку. Да, да, вообще без проблем, вот правда, без проблем, потому что машина ходит каждый месяц туда-обратно, ходит, независимо ни от чего, показывает свой, она даже в корону не останавливалась, ходила. Хорошо, в общем, об этом мы поговорим в другой раз уже в частной беседе. Да, хорошо. Да, а сейчас очень хотелось бы услышать о том, что нас ждет на Иссыкуле. Иссыкуль готовит очень много сюрпризов, там готовится один вообще, сногсшибательный сюрприз, я очень надеюсь, что состоится и все получится. Вообще, конечно, очень много задумок, мы задумываем этот семинар как палитру инструментов, то есть у нас будет 10 спикеров, которые будут выходить и будут говорить на самые животрепещущие темы. Например, вот в качестве примера скажу, у нас будет выступать Людмила Бублиева с темой «Читаем составы с фармацевтом». Вы частенько сталкиваетесь с тем, но это выступление будет в ключе «Отстраиваемся от конкурентов». То есть каждый выступающий будет давать вам аргументы в пользу Vivasan, и каждый выступающий будет оставлять после себя рабочий инструмент. Вот вы посмотрите на это и будете понимать, что да, я вот этим буду работать, я это сделаю. Точно так же, как мы сейчас с вами проработали статус, вот в таком же ключе будут работать спикеры на семинаре. То есть вы будете понимать, как с этим работать, вы будете понимать, как это делать. И все будет настолько просто, легко, пошагово, то есть прям расписано четкие инструкции, что вы не только сами будете понимать, но и у вас останется этот инструмент для того, чтобы привести к команде, показать, и они то же самое сделают. То есть вот в таком ключе будет. На сцене будут стоять исключительно практики. Люди, которые на себе это попробовали, люди, которые в этом великолепно разбираются, люди профессионалы и люди, которые смогут вам ответить на самые как бы каверзные вопросы. То есть они знают про свой инструмент абсолютно все, они будут это показывать и рассказывать. Поэтому в этом плане, конечно, Иссык-Куль имеет смысл просто как рабочий инструмент его максимально использовать. то есть деньги, которые вы вкладываете в поездку, они не просто отобьются, они отобьются в первый месяц. У меня такое понимание, потому что мы эти инструменты пробовали, и результаты приходят довольно-таки быстро. Второе, не менее важное, сильное, это, конечно, фантастическая природа Иссык-Куля. Это необыкновенное сочетание водной глади и горных вершин. Это необыкновенное, знаете, воздух такой, который можно пить. Вот ты понимаешь, что вот эти вот сосны, вот это вот все, вот этот морской прибой, а Иссык-Куль огромное озеро, он прям море и напоминает. Все это необыкновенно красиво. Кроме того, Киргизия, она безопасная страна, она очень гостеприимная, она настроена на туризм, то есть к туристам там относятся к особым пиетитам. И, конечно, они умеют, они умеют проводить эти мероприятия очень красиво, очень утонченно, изящно. Я сейчас вот не взяла, будучи спикером в Киргизии на прошлом семинаре, нам задарили фантастические цветы, ручной работы, и это было настолько, настолько удивительно, настолько красиво, что в Киргизию хочется возвращаться и возвращаться. Вот такое вот чувство, как будто вот мы тебя принимаем как дорогого гостя. Ну и место, где мы будем все это проводить, это первая линия от Иссыкуля, от озера, то есть там можно по аллее, это дом отдыха Радуга. Я могу еще раз, Наталья, продублировать вам эти ролики, если вы не посылали, если вы не показывали, покажите их обязательно. Там стоят очень красивые, замечательные современные корпуса, там стоят деревянные скрубы, это прям вот домики индивидуальные, их можно бунгало занимать. Таня, сейчас не можешь показать нам? Таня, сейчас не можешь показать нам? Вот сейчас ролика нет, то есть это нужно было договариваться, да, с модератором встречи, потому что ролик, ролик удивительный, ролик красивый, он очень хорошо снят, и самое главное, все, что там есть, оно соответствует действительности, мы проводили там в свое время семинар, приезжал господин Томас, и было необыкновенно красиво, там цветут розы, там есть березовая роща, там вот эти вот сосны голубые, ели голубые, прям вот, но необыкновенно, и нам понравилось, нам понравилось, мы с удовольствием, кроме того, там есть удивительные, уникальные путешествия, экскурсии, и нам пообещали, что для нас специально будут организованы такие экскурсии, то есть, прям вот нами будут заниматься, показывала тоже, пять уникальных мест в Киргизии, где все это, это и ущелье Прижевальского, и подъем в горы, то есть, там нужно будет просто на месте порешать, а что вы, собственно, хотите, то есть, на ваши, можно пешие, можно конные прогулки, можно куда-то проехать, можно проехать на левый берег, тоже есть такой вариант, там фантастическая рыба, я могу вам сказать, просто необыкновенная, то есть, прям, запасайтесь этой рыбой, ее везут всегда, ее везут постоянно, мы приезжаем, еще пока не будет облепихи и смородины, потому что ароматная облепиха и смородина, это тоже значок из сыкуля, то есть, вот оттуда привозят самую-самую вкусную смородину, самую-самую вкусную облепиху. Тань, ну, тогда вот спроси сейчас, ну, чтобы вы могли посмотреть вот эти вот ролики о красивой природе, и, в частности, о, ну, вот этом вот доме отдыха, или, как он там называется, радуга. Это дом отдыха радуга. Если я сейчас вам вышлю на телефон, вы сможете это воспроизвести? Ну, мы произведем, ну, мы произведем, да, мы посмотрим, ты сбрось, сбрось ссылку, и мы посмотрим. Все хорошо, хорошо. Вот, теперь расскажи, пожалуйста, по цене, как это будет вот выглядеть, хотя бы приблизительно. у нас получается около 20 тысяч стоит проживание. Сейчас вопрос решается по поводу проживания, потому что у них не очень большой конференц-зал. Если мы планируем порядка 200 человек участников, то конференц-зал рассчитан на 150 человек. И сейчас есть такое, что может быть, это проводить непосредственно сам семинар проводить в городе, а потом уже ехать на природу отдыхать, есть такие варианты. Но проживание в номере будет порядка 10-11 тысяч в сутки, это если дом отдыха. Перелет сейчас получается около 19 тысяч туда-обратно. Сейчас получается, как он будет дальше, я могу вам сказать, что есть прямой самолет, он прилетает прям непосредственно на Иссыкуль, аэропорт называется Тамчи, то есть, как мне сказали в Чемкенте, конечно, им легко идти в москвичам, у них прямой самолет, а мы пока доберемся до Иссыкуля, я говорю, господи, ну не грешите, да, вы с Казахстана до Иссыкуля не можете добраться. Вот, у вас прям прямой есть самолет, то есть, Москва Тамчи прям вот на Иссыкуль, то есть, не в Бишкек вы даже прилетаете, а вы прилетаете непосредственно на Иссыкуль. Дорога, то есть, вот это перелет, сколько он будет стоить, я не знаю, потому что только в марте месяца откроются продажи этого билета, раньше они не появляются, он, это сезонный перелет, это сезонный рейс, поэтому включается он только после марта месяца, да. Таня, ты озвучила, подожди, ты вот озвучила сейчас нам 10-11 тысяч, это комната или на человека? Это на человека. На двухместные? Это на... Они есть, они есть двухместные, они есть трехместные, они есть четырехместные. В любом случае, она им родится нам. Че? Че? На человека это на сколько, Танечка? До сутки. Сутки? Да. 20 тысяч, да? Да, мы там будем двое суток. Ну, по крайней мере, сейчас так планируется. Кто-то хочет задержаться, как нас попросили, что, а можно воспользоваться вот групповыми скидками, чтобы дальше человек прожил. Я говорю, да, конечно, я думаю, что мы можем это обговорить, чтобы дальше вы жили по нашим ценам, а не... Потому что после 5 июня у них начинается сезон, и тогда цены, в общем-то, там растут. То есть надо раньше ехать, получается, если дом. до 5-го. Почему мы, собственно, и затевали весь этот семинар со 2-го по 5-го июня, потому что дальше уже будут совсем другие цены. И цены на самолет, и цены на проживание в отеле. И, в общем-то, мы разговаривали с организатором со стороны Киргизии, со Светланой Харябиной, она сказала, в качестве экзотики мы вас на термальные источники можем повезти. Я говорю, да нет, что ты, Свет, летом на термальные источники, тем не менее, это горы, да, то есть меня кто-то спрашивал, а как там одеваться? Я говорю, одеваться нужно тепло, потому что днем жарко, а вечером, как только солнце садится, все, у вас сразу начинается, нужно уже одевать кофты, куртки, уже так прям прохладно становится. Танечка, еще, еще, есть номера на двух, на четверых, там, да? Да, 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 они разные. Стоит 20 тысяч. Вот самая минимальная цена была 9800, максимальная была 11400, поэтому я говорю, что где-то около 10 тысяч получается. Будут ли у нас какие-то скидки, как-то нам будут встречу? Это уже другой вопрос, ближе, ближе, мы договоримся. А как вообще, вот, смотри, вот как еще вопрос? То есть, это у нас получается 10 тысяч на человека в сутки, правильно я понимаю? Да, да, да. Наталья, я тоже могу выслать вам прайс, который есть сейчас, то есть, вот прайс, он есть, я могу выслать, вы просто посмотрите, там, в зависимости от расселения. Да мы уже этот прайс посмотрели, мы... вот, то есть, вы в принципе знаете, там ничего не добавилось, там все, все точно так же. Не, ну, этот прайс это для всех, а я так понимаю, у вас там за счет того, что это будет группа, будет какая-то скидка и приличная. Да, сейчас, сейчас идут разговоры о том, чтобы нам все-таки, все зависит от количества людей, то есть, в зависимости от количества людей, потому что, еще раз говорю, конференц-зал, вот они расстроили огромные корпуса, вот эти вот современные, очень стильные, а конференц-зал остался таким же маленьким, каким и был. И поэтому сейчас встает вопрос, если мы туда заселяемся, что они готовы нам предоставить для того, чтобы мы поместились в конференц-зал, потому что у них за конференц-залом есть огромное фойе, вот можно было бы это фойе использовать, но тогда нужно делать что-то со стенами, потому что там двери закрываются, если бы это была какая-то раздвижные двери, можно было бы увеличить объем, потому что фойе большое, вот фойе там, я не знаю, там фойе само человек 100 точно вместит, помимо конференц-зала. Поэтому у нас вопрос сейчас в том, что у нас же не просто отдых, у нас же обучающий момент, поэтому у нас сейчас стоит вопрос о том, как мы это все разместим, как мы совместим приятное с полезным. Ты знаешь, что мы делали как-то вот аромаклуб, он назывался у нас или как-то там по-другому, и там тоже был небольшой зал, и знаешь как, и делили по темам. Вот в одной комнате вот была одна тема, в другой комнате была другая тема. Делили параллельно эти темы идут? А потом менялись. Понятно, потому что ну, в принципе, если спикеры с этим согласятся, я все-таки надеюсь, что администрация этого отеля пойдет навстречу, и как бы они придумают, как это сделать, чтобы все-таки люди, ну, нам не пришлось отдельно зал снимать, то есть проводить обучающую программу в городе, а потом ехать на природу, чтобы вы уже приехали с сумками остановились, и все, уже вздохнули и начали учиться. Так, ну, ладно. Ну, хорошо. Девочки, есть у вас какие-нибудь вопросы к Татьяне? Что-нибудь хочется узнать? Узнавайте, узнавайте, потому что я под впечатлением от Киргизии, я вот съездила на семинар в качестве спикера, казалось бы, столько, ну, очень мы и ехали там, и было совсем не тепло, но мы останавливались в отеле, который, который как раз вот эти вот термальные источники, вы знаете, в общем-то, сочетание холодного воздуха и горячих бассейнов, это было шикарно, это был такой замечательный контраст, бодрящий, мы приехали под впечатлением. Дети мои в полном восторге от бегающих белочек, что они там прям, они никого не боятся, они выходят, они подбираются на руки, они едят орешки, в общем-то, в таком восторге. Так что, спрашивайте, задавайте вопросы, это настолько первозданная, нетронутая природа, это настолько впечатляющее общение, это настолько вот отдыхает, что там душой, очень-очень, и Секуль это исцеляет однозначно. Анечка. А у вас там в ходу? Рубли в ходу? Говорит, что неустойчиво у нас интернет-соединение. Да, задавайте. Вот как организоваться вот тогда? Какого числа, например, до какого числа? Сейчас Наташа спросит. А, хорошо. Да. Какого числа, Танечка, надо определить. Вот, чтобы список был хотя бы приблизительный. Как нам организоваться в этом плане? Вам организоваться, выберите Наталью Цветкову в качестве организатора, и она вам будет передавать все новости. То есть, мы уже определились со спикерами, я создаю чат специально для спикеров, чтобы мы там, в общем-то, новости эти обсуждали, говорили, и тогда они уже по структурам будут давать. У нас в каждом регионе будет организатор, который будет держать вас в рамках тех новостей, которые есть. Но в любом случае, сейчас это цифры со 2 по 5 июня, пока вот цифры не меняются. Единственное, что если вы компанией собираетесь оставаться дальше, то вы нам говорите, что вы остаетесь дальше, и дальше вы уже оплачиваете свое пребывание сами, вы уже просто приезжаете на место и оплачиваете. Единственное, что за вами остаются наши скидки. То есть, если они будут, если нам это сделают, будут это все обсуждать уже ближе к сезону. То есть, раньше марта месяца мы все равно не знаем, насколько нам скинут. Я поэтому говорю, что берите лучше с запасом, что да, это будет 10 тысяч в сутки, и это будет не менее двух суток, и тогда у вас будет получаться. Но и с этим самолетом я тоже пока сейчас не знаю, сколько это будет стоить, потому что сейчас это, мы посчитали, 19 600 стоит билет, перелет туда-обратно. Это Москва, Бишкек, Москва. Я спросила, видишь, она не слышит. Тань, у вас рубли в ходу? У нас в ходу, ну как в ходу, вы приезжаете и в обменники меняете, то есть в ходу в Киргизии сомы, но поменять их можно в любом месте, конечно, не в аэропорту, там высокий Даконовский курс, а в городе, пожалуйста, без проблем можно поменять. В городе, это база, база-то не в городе. Нет-нет, вы же прилетаете в Бишкек, ну и даже если вы прилетите в Иссык-Куль, там все равно есть обменники, не так, что вы выехали и все, степь, ничто не поменяешь, там все это можно поменять. И банковские карты наши тоже работают. Банковские карты уточню, потому что вот сегодня я делала перевод в Россию, из Казахстана все прошло. Переводила со Сбера на Тиньков и со Сбера на Сбер. Хорошо. Ладно, ну, похоже, вопросы исчерпаны. Да, хорошо, хорошо. Если они у вас появляются, пожалуйста, Таталью передавайте. Это будем решать. Таня, спасибо тебе огромное. Приезжайте, мы вас очень ждем, приезжайте. Танечка, еще можно вопрос? Да, да, да. с какого количества, вот там, например, говорят, мы вам сделаем скидки. Вот сколько нас должно быть человек? Они от 50 человек начинаются. от 50 человек, они, допустим, 50 человек, 5% скидки, 100 человек, 10% скидки. Я этого не знаю, потому что этим занимается Светлана Харябина, она непосредственно работает, разговаривает с директой отеля. Все, спасибо, понятно. Я могу вам сказать, что мы работаем не через агентство, мы работаем непосредственно с владельцами дома отдыха, то есть никаких посредников, никаких других накруток точно не будет. Все, что нам могут скинуть, нам скинут. Спасибо. Хорошо. Ладно. Ну, я думаю, что на этот раз у нас уже эфир можно завершать. По большому счету, мы те вопросы, которые были у нас, мы уже обговорили. Спасибо тебе огромное. Держим руку на пульсе событий. Все хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо вам, спасибо, что вы так внимательно задавали вопросы, активно участвовали и пользуйтесь статусом. Статусом обязательно пользуйтесь. Обязательно. Спасибо, дорогая. Спасибо.